Всем привет! Это 37-й эпизод с Клинкастов «Научись.Рейлс» и сегодня мы поговорим про интернационализацию. В Rails этот модуль называется i18n и называется он так потому, что разработчики решили просто сократить слово internationalization и убрали вот эти буквы из-за середины слова. Здесь их ровно 18, поэтому вместо этих букв они поставили цифру 18. И получилось i18n. Интернационализация это специальный модуль, который позволяет переводить ваше приложение. Если ваше рельсовое приложение обслуживает как русскоговорящих пользователей, так и англоговорящих пользователей, вам как раз пригодится этот модуль. Но даже если ваше приложение работает только для русских пользователей и в нем по сути есть только русский язык, все равно интернационализация может оказаться довольно полезной штукой. Потому что все слова, которые есть у вас, все фразы, слова, все надписи в вашем приложении, они хранятся в папочке Locales и они записаны в отдельные файлы. Вот здесь их у нас три. Девайс, дальше основной файл и nyml. И далее вот у нас есть такой же файл для simpleform. Как вы видите, сейчас у нас эти файлы, они все созданы только для английского языка. Чтобы нам создать файл для русского языка, мы просто вот здесь поменяем расширение файла и напишем ruyml. Так вот, поскольку все эти файлы хранятся в одной папке и все фразы по сути записаны в эти файлы, очень легко потом менять нужные фразы и их довольно быстро искать. И это может делать человек, который совершенно не понимает ничего в разработке Ruby on Rails приложений. Вы можете просто ему показать эту папку и сказать вот меняй надписи в нашем приложении, так как тебе нравится. Вот давайте посмотрим на файл ruyml. Сейчас вот здесь нам естественно нужно поменять корневой ключ. Это yml файл, то есть у нас все здесь написано на yml. Yml, если вы не знакомы с этим языком, довольно простой. У нас слева идет значение, прошу прощения, слева идет ключ, а справа идет значение для этого ключа. Естественно, ключи могут, в качестве значения для ключа может быть вложенный, ну скажем так, хэш. Итак, вот сейчас у нас тут есть только один ключ hello, нам он вряд ли понадобится. Давайте попробуем что-нибудь перевести в нашем приложении. Вот здесь у нас есть файл show.html.erb и вот, например, здесь у нас есть слово вес. И я предлагаю попробовать перевести это слово. Ну и сделать это довольно просто. Мы здесь используем специальный метод t, сокращение translate, который доступен во всех шаблонах. Более того, он доступен также в контроллерах, если вам когда-либо понадобится что-то перевести в контроллерах, например, flash. Так вот, внутри этого метода мы просто указываем путь к, собственно, тому значению, которое нас интересует внутри нашего файла.ru.yml. В данном случае это будет просто, ну скажем, у нас item.wait. И обращу внимание, это не вызов метода weight на модели item, это просто путь, который мы сейчас создадим внутри нашего файла.ru.yml. И сделаем мы это вот так. И здесь уже напишем по-русски вес. Ну и теперь можно посмотреть, что у нас получится, если мы запустим, откроем страничку с конкретным товаром. Так у нас weight получился написан на английском. И причина, по которой это произошло, заключается в том, что мы в файле application.rb не поменяли текущую локаль. Сейчас мы, вот здесь видите, у нас есть специальная опция config.i18n.default.locale. И поскольку она закомментирована, наше рельсовое приложение думает, что локаль по умолчанию является английской, то есть en. Ну и здесь, естественно, мы поменяем локаль на ru. И теперь попробуем перезапустить наше приложение. Кстати, я там, по-моему, пропустил пробел. Вот здесь он не помешал бы. Ну и посмотрим, перезагрузим страницу, посмотрим, перевелась ли наша надпись. Действительно, теперь у нас написано все по-русски. И вот эта надпись вес, она берется как раз из файла locale, который находится в папке config.locales.ru.yml. Теперь у нас несколько более интересная задача перед нами стоит. Нам хотелось бы перевести форму, которая у нас вот здесь есть в папке mystore.app.useitems. И давайте посмотрим на то, что у нас выводится сейчас. Здесь нужно указать admin. Сейчас мы видим, что название всех полей выводится на английском. И по умолчанию simpleform берет название полей из-за, собственно, названия атрибутов, которые есть в нашей модели. И поэтому нашей задачей будет перевести атрибуты. Как это делается? Вот здесь в документации по Ruby on Rails показано, как переводить модели ActiveRecord. Должен присутствовать ключ ActiveRecord. Затем должно быть слово models. Здесь мы указываем название моделей. И затем вот здесь можно указывать атрибуты для каждой из моделей. Давайте попробуем это сделать как раз в нашем приложении. Открываем снова наш файл ru.yml. Здесь указываем ActiveRecord. По-моему, там без нижнего подчеркивания было. Сейчас мы проверим. Да, без нижнего подчеркивания. Затем models. Item у нас будет товаром. И теперь attributes. А attributes у нас для как раз модели item. Давайте посмотрим в браузер, какие у нас есть атрибуты. Price, name, description, weight. Вот как раз их мы сейчас и переведем. Вот. Так вот. Продолжение следует... Вот мы видим, волшебным образом наши атрибуты все перевелись. Вот еще остался атрибут image. Тоже его переведем. Ну и вот теперь все в порядке. Теперь посмотрим на то, как интернационализация работает с SimpleForm. Дело в том, что в SimpleForm, как вы помните, можно переводить не только сами лейблы. То есть вот здесь мы можем на самом деле изменить название лейбла, потому что сейчас он автоматически берется из-за атрибута модели, а мы можем переопределить название лейбла для конкретно SimpleForm. И во всех формах, связанных с этой моделью, во всех формах, которые генерируются с помощью SimpleForm, у нас будет здесь немножко другой лейбл. Давайте попробуем это сделать. Для этого мы создадим, во-первых, русскоязычный файл SimpleForm. И вот здесь на примере как раз у нас показано, как изменять лейблы. Мы можем воспользоваться этим примером. И вот здесь вместо юзера мы напишем item. И обратите внимание, здесь можно даже указывать для каких конкретно форм. То есть для формы new у нас может быть один лейбл, для формы edit у нас может быть другой. Но сейчас у нас есть форма new, поэтому для нее мы как раз укажем соответствующие атрибуты. Можем, кстати, не указывать new вообще, тогда будет у нас одинаково для всех форм. Итак, нас интересует item name. Сейчас перевод у нас название. Давайте попробуем написать название товара. И посмотрим, что произойдет сейчас. Не произошло ничего, потому что нам нужно было перезагрузить приложение. А перезагрузить приложение нужно, потому что мы только что добавили новый файл. То есть если вы изменяете старый файл с переводом, перезагружать не нужно. Если вы добавляете новый файл, то перезагрузка обязательна. Иначе мы не увидим никаких изменений. Ну и вот все равно у нас ничего не поменялось. Еще раз посмотрим внимательно на файл. Ага, вот здесь я забыл поменять in на ru. Ну теперь это должно сработать. Нажимаем F5. И действительно у нас лейбл поменялся. Теперь можно еще в simple form добавлять так называемые подсказки. Здесь у нас есть hints. И в подсказках мы можем написать, например, что именно необходимо добавить, скажем, в поле названия товара. Напишем, что название товара не должно превышать 80 символов. Обновляем страницу. Я здесь сделал немножко неправильное выравнивание. Вот так должно быть. Потому что лейблс и hints должны быть на одном уровне. Иначе он подумает, что hints – это название модели. Еще раз обновляем страницу. И вот теперь у нас появилась подсказка под полем названия товара. Вот таким образом работает интернационализация в рельсовых приложениях. Все довольно просто. Все ваши фразы и слова хранятся в файлах внутри папки config.locales. И естественно не забывайте, что для русской локали необходимо, чтобы файлы имели расширение ru.yml и чтобы сверху корневой ключ назывался ru. То есть локаль русского языка. И тогда уже можно спокойно переводить все, что вам требуется. Ну и естественно название файлов не имеет никакого значения. То есть вот этот файл можно было назвать не simpleforma как угодно. Все эти файлы все равно грузятся в наше рельсовое приложение. Главное, чтобы, если вы хотите сделать перевод подсказок и лейблов для simpleform, то вам обязательно, естественно, использовать ключ simpleform. Это указано в документации к этому гему. И точно так же различные другие гемы, например, device, они тоже имеют свои соглашения, которые необходимо соблюдать для того, чтобы перевести файл. То есть вот у нас здесь есть файл device.in.yml. Если вы хотите перевести девайс на русский, то скопируйте его, поменяйте решение на ru.yml и начинайте переводить все эти сообщения. Но на самом деле эта работа может оказаться довольно муторной и сложной, поэтому прежде чем самостоятельно пытаться переводить все эти файлы, попробуйте поискать на гитхабе. Возможно, там уже есть переводы для, по крайней мере, самых популярных гемов. Для девайса, по крайней мере, там точно есть перевод всех вот этих фраз на русский язык. На сегодня у меня все. Не забывайте, что вы можете задавать вопросы по разработке Ruby on Rails на сайте Hasbrains в соответствующем разделе. Удачи и до встречи!